Тет-а-тет на Истранет ТВ Тет-а-тет на Истранет ТВ Тет-а-тет на Истранет ТВ Тет-а-тет на Истранет ТВ – районное потребительское общество. Конечно, это было давно. А сегодня наша система представлена магазинами во всех сельских населенных пунктах. И, естественно, город Истра. У нас есть один торговый центр. А вы помните ваша карьера, как начналась? Когда у вас был первый день? Вы помните свои ощущения по этому карьеру? Ну, свои ощущения, да, я была молодая, энергичная. Когда я закончила высшее учебное заведение по специальности, естественно, училась в нашем университете. И когда пришла работать в систему Истринского райпотребсоюза, была сначала замом, потом шла по карьерной лестнице, ну и на сегодняшний день занимаю пост председателя совета. У меня много было очень идей, и самое главное, что меня, конечно, очень поразило и удивило, что большая разница между торговыми предприятиями города и села. Например, в селе, конечно, магазинчики, это деревенские, старые, наверное, все помните, говорили сельпо, вот. И у меня сразу появилось много идей. Ну, почему? Сельские жители в сельских населенных пунктах все-таки немножко обижены, что они не имеют того набора бытовых услуг и того культурного красивого обслуживания, так, как и в городах. Началась определенная программа по обновлению материально-технической базы, торгово-технологического оборудования. Ну, это были, конечно, капитальные ремонты и новое строительство. Ну, и сегодня вы увидите, на сегодняшний день, это уже совершенно новая система, система Истринского районно-потребительского общества, которая выступает магазинами совершенно нового формата. Наверное, все видели наши торговые предприятия, такие, как вот торговый центр «Юрусалим», торговый центр «Петровский», универсам «Румянцево» и буквально вот скоро, в апреле месяце, мы будем открывать новейший, современный торговый центр «Дедовск». И вот из этого следует, что система в заложенном смысле районно-потребкооперации, она жизненно, или это уже принимает какие-то другие формы вот сегодня, потому что законы у рынка другие? Ну, я считаю, что действительно система потребительской кооперации, она необходима и жизненно важна именно для села, именно для тех населенных пунктов, где, знаете, вот маленькое количество проживающих, людей, потому что вы же прекрасно видите, что сетевые структуры, сельские населенные пункты, где численность жителей там до тысячи человек, а то и меньше, и даже чуть больше, они туда не идут. Вы прекрасно понимаете, что на зимний период времени там остается до 10-15 человек, постоянно проживающие. Конечно, им там неинтересно. А система потребкооперации, да, она сегодня там работает. И где у нас есть станционарная сеть, и также, где нет станционарной сети, то есть мы эти населенные пункты обслуживаем нашими автолавками. Ну, кстати, проект автолавки – это очень правильная история в том плане, что это же и мобильность, да, то есть вы можете приезжать в все маленькие населенные пункты и привозить людям им то, что они хотят. Не кривя душой, я хочу сказать, что на сегодняшний день работа этих автолавок, она убыточна. Но в связи с тем, что система потребкооперации, она, так скажем, преследует цель не только получения прибыли, но и основное – это обеспечение сельских жителей товарами первой необходимости. Это у нас четко написано в уставе. И, конечно, мы мобильные, мы своих сельских жителей не оставляем без внимания. И я хочу сказать, еще в 2006 году при губернаторе Громове Борисе Селовиче был принят закон Московской области о компенсации доставки товаров в сельские населенные пункты автолавками. То есть была частичная компенсация. Конечно, в 2006 году сумма эта была, так скажем, более-менее нормальная, но все равно она полностью не прикрывала те затрат, которые мы производили в связи с доставкой в дальние населенные пункты. На сегодняшний день она, конечно, очень мизерная и перекрывает затраты только на одну треть, то есть, понимаете. Но, как бы то ни было, я еще раз повторяю, что система потребкооперации – это социально направленная система. И, конечно, село – это наши жители, наши пайщики, наши работники. Мы, конечно, их не оставляем без внимания и обеспечиваем товарами. Да, мы порой на автолавках выполняем те заказы, которые просят нас жители. И приводим лекарства, и приводим какую-то небольшую бытовую технику, вплоть и дрова, и, естественно, продукты питания. То есть это такая система замкнутого цикла. Спрос, предложение – это все очень гибко, варьируется. А нелогично ли тогда предположить, что вот наши жители, жители нашего района, они бы хотели приобретать товары местного производства? Да, то есть в этом плане предприятие для подпредприятия, локализация поставщиков – это выгодно или не очень? Система потребкооперации Московской области уже более 115 лет. И с самого своего начала система занималась чем? Это скупала у населения излишки продуктов и через свои магазины продавала. На сегодняшний день вот эта система, она не исчезла. Естественно, вот также магазины Истринского райпо имеют возможность и по закону потребительской кооперации, и мы это делаем, то есть производим закупки у сельского населения, которые имеют личное подсобное хозяйство – это овощи, фрукты, то есть это и картофель, и капуста, и свеклы, и яблоки, и огурцы, то есть любая продукция, и молоко, и мясо, и яйцо, то есть все сельхозпродукты. И на сегодняшний день это не только с личного подсобного хозяйства, так же и с фермерскими хозяйствами, потому что у нас есть договорные отношения и с фермерскими хозяйствами нашего района. Сегодня есть у нас контракты, это с Липецкой области, Ставропольской и Крази. И я думаю, что вот в связи с введением санкций с импортозамещением, конечно, система потребкооперации, она здесь в выгодном положении. Почему? Потому что если сетевые структуры, федеральные сети, они, например, не могут принять у бабушки или у какого-то фермера 10-20 килограмм той же самой картошки или каких-то других овощей и фруктов. Мы сегодня имеем эту возможность. При наличии у частного лица справки о личном подсобном хозяйстве, мы имеем право принять продукцию и сразу ее отправить в магазин. То есть понимаете, что нет вот этой вот структуры какой-то третьей. И самое основное, что это количество, оно вплоть до килограмма. В обязательном порядке при продаже овощей, фруктов, сельхозпродукций должны быть ветеринарные свидетельства, должны сертификаты быть. Конечно, это все проверяется. А вот как эксперта хочу у вас спросить, вот что называется по секрету, вот ваше мнение. Вот фермеру, что более интересно, как ему выгоднее самому торговать на фермерских ярмарках, вот сейчас их огромное количество и они всячески приветствуются в Московской области, или именно сдавать свою продукцию вот райпо. На сегодняшний день правительство Московской области приняли хорошую нормальную программу, организовывая ярмарки выходного дня. Это, конечно, для фермерских хозяйств, для личных подсобных хозяйств это выгодно. Но это с одной стороны. Конечно, вы сами понимаете, что они организуются, ну такие там палаточки, павильоны, что требует от наших местных властей, которые организуют эти ярмарки, и, конечно, дополнительные затраты, чтобы фермер или просто частное лицо не торговали там с ящиков или там с колен. Со стороны фермеров и личных подсобных хозяйств здесь тоже есть вопрос. Для кого-то, да, он приехал, сам поторговал, для кого-то эта система тоже не очень выгодна, потому что ему нужно стоять, тратить свое определенное время. Например, ему легче и удобнее привезти свою продукцию и сразу сдать куда. Например, система потребка операции, она готова. И для них, я считаю, что для отдельных это тоже очень выгодно и очень хорошо. Поэтому здесь трудно сказать, что лучше, или ярмарки выходного дня, или просто сдать. Я думаю, здесь индивидуальный подход. А вот для вас, как для предпринимателей, для руководителя огромного комплекса, несмотря на то, что средний бизнес все-таки масштаб по сравнению с ярмаркой много больше, вам это выгодно? Ну вот сейчас особенно, в принципе, это всегда, да, в принципе, выгодно. Потому что я считаю, что на сегодняшний день каждый покупатель уже задумывается о здоровом, правильном питании. И, естественно, фермерская продукция и продукция с лично подсобного хозяйства, конечно, она более качественная. Там нет всяких там примесей и всего остального. Да, она подороже. Поэтому покупатель, приходя в магазин, он уже выбирает. В эфире программа «Тет-а-тет» на «Истранет» Сегодня гость нашей студии Людмила Макарова, председатель Истринского райпо. И наш разговор сегодня о том, что касается буквально каждого, о продуктовых магазинах. Людмила Макарова, а вот скажите, пожалуйста, есть ли какая-то квота на количество продуктовых магазинов, которая должна быть на количество жителей, которые проживают в каком-то городе, в поселке? Ну, как таково. Законом, конечно, эта квота не утверждается. И поэтому вы сами прекрасно понимаете, у нас свободная торговля, есть место. И, естественно, магазин строится, открывается, работает. Я знаю, что существует антимонопольное законодательство, которое препятствует распространению магазинов одной сети. И порог должен быть 25% одного предприятия на территории поселения. Я чего-то не понимаю? Нет, все правильно. В законе о торговле четко написано, что на территории муниципального района поселения сетевые структуры не должны превышать 25% от общих торговых точек. А РАИПО у нас монополист? Нет. Нет, 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 не монополист. Нет. Сегодня монополист, я думаю, что сетевые структуры. Потому что вы, наверное, тоже видите везде сетевые структуры, Дикси, Атак, Пятерочки, Перекрестки, представленные очень широко. А вот ваша ниша – это автолавка. Вы говорили, и я знаю по закупкам, что вы выходите на тендеры. То есть это такая, в общем-то, долгая история выхода с автолавками на рынок всего. Ну, здесь вот по поводу автолавок я могу немножко добавить. Вопрос, конечно, вот меня как руководителя, он очень беспокоит. Потому что, да, мы выходим на тендер, мы тратим много времени на сбор документов, мы делаем какие-то там оплаты для того, чтобы, так скажем, участвовать в этом тендере. Ну, получается немножко такой парадокс. Мы законопослушные, платим налоги. В осенне-зимний период, вы сами знаете, автолавки, они вообще просто убыточны. Потому что в селах, особенно в отдаленных, остается, как я уже говорила, выше там по 2-3 человека. Но автолавка все равно едет. И нам, например, там буханка хлеба, она обходится. Два литра бензина, то есть, понимаете, это очень дорого, это убытки. Но когда начинается сезон, это весенне-летний, то со всех властей, со всех губерний, со всех районов, как грачи, налетают наши уважаемые бизнесмены, которые хаотично разъезжаются по всем деревням и, естественно, производят торговлю, не отвечая ни за что, не платят никакие налоги. То есть, и получается, сливки сняли и разбежались. Ни налоги в казну не заплатили нашего района. А мы зимой убытки. И весна-лето особо тоже не можем перекрыть эти убытки. Конечно, вот немножко здесь как-то есть, я считаю, что какой-то определенный прогал. Или просто, может быть, немножко усилить контроль за развозной торговлей, за несанкционированной торговлей. В принципе, наверное, вот со стороны именно сельских наших поселений более такой жесткий должен быть контроль. И так далее. Я знаю, что особую боль, в общем-то, на селе вызывает отсутствие аптечных пунктов. Вот я знаю, что в Ануфриевском сельском поселении там может быть одна аптека на 10-15 километров. Бабушке не дойти. Но в то же время это какой-то такой, должен быть, государственный проект. Почему? Может быть, вам проще с вашей сетью, с автолавками заняться аптеками? Ну, аптеки – это вот наши новые направления. Мы начали заниматься аптеками вот уже, как будет в этом году, три года. Это очень, так скажем, с одной стороны, интересное направление, но с другой стороны, все-таки это село. Вы понимаете, что на селе аптека, она не может быть прибыльной. Потому что в село, как мы говорили, мало населения, мало жителей. А затраты для того, чтобы открыть аптеку или аптечный пункт, требуются очень серьезные. Почему? Потому что это лицензирование. Для того, чтобы получить лицензию, нужно пройти, конечно, очень такой серьезный путь, который связан не только с материальными затратами, но и, конечно, собрать очень много документов. Ну и пришла идея запустить такой проект – аптечная сеть Истринского райпо. Конечно, я еще раз повторяю, именно на сегодняшний день мы открыли эти аптеки. Вот на сегодняшний день у нас уже девять аптек. Две аптеки у нас в Клину, в Клинском районе, и семь аптек на территории Истринского муниципального района. Но, хочу сказать, не очень прибыльное это дело. Но, тем не менее, проблему-то решать надо, да? То есть и аптеке нужны, и продукты необходимые, и все это нужно. Может быть, требуются дополнительные меры поддержки, может быть, какое-то внимание вам нужно от власти. То есть, вот в этом плане поделитесь с нами, что бы вы хотели, чтобы ждать. Но, вы знаете, я хочу сказать, что сегодня система потребкооперации старается, несмотря на то, что нам трудно, сложно, и финансово не очень легко, несмотря на то, что вот некоторые говорят, да, система потребкооперации сегодня сильно, они там строят объекты. Да, мы строим объекты. Мы строим лишь только из-за того, что, как я говорила выше, у нас есть Московский областной союз потребкооперации, который возглавляет Маринчев Юрий Михайлович, который вот сплотил всю область нашей системы. И у нас, так скажем, каждому району помощь идет. То есть, нужно какой-то объект построить, не справляется там какой-то район, то, естественно, собираются всем, как говорится, и все вместе выстраиваем определенный объект. Так же, как вот сегодня у нас делается. И поэтому сегодня система потребкооперации, я еще раз говорю, что она жила, живет и, наверное, будет жить, и она всегда будет востребована, потому что система заботится о сельских жителях и делает только вот для них, я считаю, что, ну, такую поддержку, вы не поверите, на сегодняшний день в наших магазинах на селе до настоящего времени дают в долг. Вот, если даже меня слушают налоговые органы, они должны понять, когда приходит бабушка и в руках держит там 10 рублей, и у нее не хватает на буханку хлеба и пакет молока, что остается делать? Дать ей в долг и записать в долговую книгу. А что делать? Я думаю, что ни один предприниматель, ну, такое, наверное, не делает, а мы это делаем. Ну, то есть вам лучше в этом плане, что называется? Вы сами разберетесь, лучше не мешать. Ну, наверное, так, потому что вы, сами понимаете, система потребкооперации, я еще раз говорю, жила, живет и будет жить. Мы перетерпели все и дефолты, и кризисы, и все, и выжили. И сегодня в целом система развивается, и все-таки в будущее мы смотрим с оптимизмом. Напоминаю, что на ваших экранах Тет-А-Тет на Истранет. И мы уютно беседуем в нашей гостиной с Людмилой Луисовной Макаровой, председателем Истринского райпу. Скажите, пожалуйста, Людмила Луисовна, а что в вашей сфере сейчас удивляет, радует? Вот хорошие эмоции, от чего у вас особенно? У меня очень хорошие эмоции. Знаете, я горжусь своей системой. Почему? Потому что вот уже на сегодняшний день к нам в систему с большой охотой идет работать молодежь. Если раньше, даже взять 5 лет назад, ну как-то немножко молодежь не шла работать к нам, а на сегодняшний день идет. И я думаю, что это связано с тем, что, например, для молодежи, для всех работников мы создаем очень хорошие условия. Если юноша или девушка пришли к нам работать, и не имея какого-то образования, или средне-технического, или высшего, мы от своей системы направляем высшее учебное заведение и в наше среднее специальное учебное заведение по направлению и производим оплату. Я считаю, если молодежь идет работать, значит, здесь интересно, здесь есть рост определенный. Здесь, значит, платят достойную заработную плату и своевременно платят. Это тоже, я считаю. И я этим горжусь. Ну и что меня очень огорчает, наверное, самое основное, что вот сегодня я смотрю, конечно, жалко то, что берем город Истра. Практически малый и средний бизнес, у нас именно, я имею в виду, торговый, практически нет, остались одни сетевые структуры. Это, конечно, очень обидно и жалко. Малый и средний бизнес не имеет возможности конкурировать с сетями. Это, конечно, плохо. Потому что, я считаю, налоги, как бы то ни было, малый и средний бизнес, мы здесь, мы свои, мы платим в нашу казну, в казну муниципального района, в область. А сетевые структуры здесь, конечно, вопрос. Я не говорю, что они не платят, но они не платят все налоги, они только часть какую-то платят, конечно, здесь, но часть по своим регионам, где они зарегистрированы. Вот это, конечно, очень огорчает. Людмила, спасибо вам за разговор. Сегодня, действительно, я узнала для себя лично много интересного. Я уверена, что и наши зрители, они вряд ли знали какие-то маленькие секреты фирмы. И я надеюсь, что у нас еще с вами будут интересные, приятные поводы встретиться. И мы узнаем о том, кто для нас работает и что для нас в нашем районе делается. Вот спасибо большое и до новых встреч. Спасибо. Мне тоже было очень приятно с вами беседовать. И мне очень будет приятно, что действительно системы потребкооперации наши жители района и гости наши больше узнают. Потому что система потребкооперации – это все-таки будущее. Мы прощаемся с вами. До новых встреч через неделю. Тет-а-тет на Истронет. Всего доброго. Новая студия красоты – стилиста Михаила Прохорова. Все виды парикмахерских услуг и инновационная программа по восстановлению волос и кожи головы. Сильная команда косметологов с огромным опытом работы. Более 15 лет работают на европейской косметической линии «Сатис». А также различные уходы за телом. Шугаринг, биозавивка ресниц, визажист и вертикальный турбосолярий с термальной водой. Студия стилиста Михаила Прохорова. Мы находимся в самом центре. Запись по телефону 916-191-3263. Информация на сайте. Прохоров.ру Тет-а-тет на Истронет ТВ